Всем доброго времени суток на канале OneLevel. Сегодня у нас в обзоре раритетный дробовик Вепрь. Многие игроки Варфейса считают его отличным оружием, но я не вхожу в их число и считаю его полным шлаком. Конечно, я объясню, почему я так считаю. Но прежде расскажу немного о Вепре, чтобы те, кто его еще не имеет, поняли о каком конкретном дробовике идет речь. Дробовик Вепрь один из самых скорострельных дробовиков в Варфейсе. Скорострельность это его главное преимущество, ну и может быть то, что он автоматически все же. Остальные же характеристики дробовика убоги и никаких шансов тащить этому дробовику не дают, разве что новичков. Основными его минусами является маленькая убойная дальность, урон, ну и из-за этого расход патронов увеличивается и появляется еще один минус, маленький объем магазина. Он имеет возможность установить модули ствола, а точнее глушитель, пламегаситель, штык и все прицелы дробовика. Обзор с подписчиками мы снимали не за один раз. В первой игре меня почему-то выкинуло на экране загрузки и поэтому запись повредилась. Пришлось играть еще раз. Так вот, за первую игру с этим дробовиком мне вроде как не удалось даже из минуса вылезти в конечном счете. Во второй игре я уже понял, что в столкновении лоб в лоб с другим медиком не пережить и я начал обманывать, заходить в спину, там крысить. Так хотя бы можно играть в плюс. Но не все же игроки идиоты и будут подставлять вам спину. То есть он настолько бесполезен, что при выборе между Бинелли и Випрем просто нет никаких сомнений. Тут очевидно можно брать Бинелли или какой-нибудь другой дробовик, но уж точно не Випрем. Рассмотрим вот этот эпизод в замедленном режиме. Как вы видите, я делал то, что должен сделать стандартный медик в этой ситуации. Сократил дистанцию и воспользовался своей реакцией, успев выстрелить два раза в туловище агенту Сава. Но ему все равно он сказал, I'll be back и засадил в меня один патрон и спас 12. То есть вы видите, что вепр и шлак и нет смысла в его скорострельности, потому что на несколько выстрелов все равно будет уходить больше времени, чем на один. Ну и тем более, что с помповых дробовиков этот один выстрел нужно делать большего расстояния, чем с вепрем. Да, вепр тоже может убить с одного выстрела, но для этого вам нужно будет засунуть его дуло в очко своему врагу и стрельнуть, чего он, естественно, вам не даст сделать. Если вы не согласны с моим мнением, то вы можете поделиться своим в комментариях к этому видео или поставить дизлайк. Ну а для тех, кто со мной согласен, призываю поддерживать лайками. Это был обзор на вепр и рассуждение о его эффективности от канала OneLevel. Всем пока!